Депрессия. Давай поговорим. Под таким девизом в этом году пройдет ежегодная акция Всемирного дня здоровья. Она запланирована на 7 апреля. Специалисты бьют тревогу. К 2020 году депрессия может выйти на первое место среди всех болезней. Уже сейчас в мире 350 миллионов людей страдают от депрессии. Масштабы проблемы сегодня обсудили в Республиканской психиатрической больнице. Фраза «У меня депрессия» знакома практически каждому. И это вполне объяснимо. Ведь в мире высоких требований стресс становится привычным. Большинство людей не воспринимают эту болезнь всерьез. И не спешат обращаться к специалистам. Ведь еще живы стереотипы о психиатрических больницах. Такие кадры далеки от реальности. Сегодня обращение к психиатру или психологу – это обычная практика, которой не стоит пренебрегать. Депрессия усугубляет течение любых соматических заболеваний. Это и депрессия ухудшает течение сердечно-сосудистых заболеваний. Депрессия провоцирует, ускоряет развитие инфарктов, инсультов и так далее. Поэтому лечение оказывается бригадой специалистов. Потому что мы прекрасно понимаем, что один психиатр не может справиться с этой проблемой. Мы сделали все, чтобы в этом отделении работали и терапевты, и клинические психологи, и юристы. Депрессия бывает разная. 70% больных поддаются быстрой реабилитации. Но есть и непростые случаи, которые требуют комплексного подхода. Галина уже 4 года борется с приступами панических атак. Впервые попала сюда осенью прошлого года. Надежде вернуться к полноценной жизни и своей профессии учителя. Невозможность садиться в транспорт, невозможность передвигаться по городу и, соответственно, невозможность вести активную социальную жизнь, скажем так. То есть это не работа, не общение с друзьями. Это жизнь в четырех стенах. Здесь не просто врачи, здесь семья. Благодаря им, я думаю, что обычная жизнь обычного человека мне обеспечена. В этом уверен и другой пациент клиники, Геннадий. Приехал он сюда из Мариинского посада больше месяца назад, после сложной хирургической операции, которая вывела его из душевного равновесия. Когда я приехал сюда, совсем не было никакой у меня. Сил не было совсем. Он только на основном сидел, перележал. Сейчас, думаю, вернуться в общество, заняться. Работаю. Либо курсы закончить какие-нибудь, устроиться на работу. Стоит отличать депрессию от грусти, которая может быть даже вдохновляющей. Однако специалисты предупреждают, если грусть длится больше двух недель, это повод задуматься о своем психическом здоровье. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика.